Всем привет, друзья! Сегодня мы протестируем APU-систему, которую можно будет применять на самых разных радиоуправляемых моделях. Дело в том, что и в основе этой системы находится вот такая вот маленькая камера, которая идёт уже с передатчиком. Питание она будет получать от аккумулятора на 3,7 Вольта. При подключении питания она сразу же включается, и есть на ней единственная кнопочка, с помощью которой осуществляется переключение канала. А какой именно канал видно платим от светодиода? Камера рассчитана на 40 каналов частотой 5,8 ГГц. Видеосигнал будем принимать на вот такой вот шлем. Внутри находится экран 4,3 дюйма. Он также рассчитан на 40 каналов с теми же частотами, с которыми работает камера. Вес его 245 грамм. Вес камеры 4,5 грамма, но так как она будет использоваться с аккумулятором, то этот вес увеличится до 20 грамм. Камеру можно с лёгкостью установить на скоростную машинку, на робот, на радиоуправлении. Причём будет интересно, если, например, на клешню установить эту камеру. Также за счёт небольшого веса и габаритов эту камеру можно с лёгкостью установить на квадрокоптеры и самолёты. На машинку я установил две камеры, с помощью этой я буду управлять ею, а вот эта камера необходима для записи видео. Для того, чтобы включить маску, необходимо подключить шнур питания. Так как каналы у меня уже настроены, то маска сразу видит то, что видит камера на машинке. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok И вот я заехал за кусты. Посмотрите, какой там сигнал. Он несколько может так дёргаться, но, в общем-то, сигнал хороший. Управлять такой системой необычно. Дело в том, что кажется всё перед глазами, ты как бы сидишь в машине, при этом глаза сразу немножко устают. Затем привыкают, но разработчик требует пользоваться данными очками не более 10 минут. Несмотря на то, что камера маленькая, а передатчик у неё слабенький, сигнал достаточно устойчив. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, то напишите, пожалуйста, в комментарии, что можно сделать ещё с этой системой, куда её установить на какие-то интересные проекты. И все идеи, которые возникли у меня, мы обсудим в комментариях под видео. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет ещё интересней. До новых встреч!